Девушки отдыхают Привет! Меня зовут Айсен Я поступил в самый лучший университет нашей республики Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова В школьные годы я учился очень усердно и мало времени уделял своему увлечению Но сейчас я очень хочу, чтобы мое судечество было самым незабываемым Как же указать мои судеческие годы? Куда же вступить? Девушки отдыхают В ноябре 2014 года от руководства профсоюза Александра Владимировича была поставлена задача Сколько же лет на самом деле профсоюз? Я с первым делом обратился в государственный архив по улице Дзержинского К сожалению, ничего не нашли Архивные документы университета сгорели Поэтому в нашем университетском архиве мы документов не нашли И начали искать в центральном архиве нашего города Якутска И еще мы подключились в Москву И нам помогла Москва В итоге мы нашли документ один Речь идет о явочном листе всесоюзного съезда профсоюзных организаций Где одним из делегатов является представитель студенческой профсоюзной организации Якутского государственного педагогического института И съезд состоялся в 1935 году весной Мы за этот документ ухватились Если был делегат, представитель, значит и была организация Начали копать и поняли, что профсоюз работников был создан в 1934 году И на его конференции были строчки указывающие о том, что студенческий профсоюз тоже имеет место быть История Якутского университета уходит корнями в далекий 1934 год Когда в суровой и снежной Якутии для выпускников школ Открыл свои двери Якутский государственный педагогический институт Который и положил начало развитию высшего образования на крайнем севере страны Это явилось важной вехой в политической и духовной жизни народов республики Директором пединститута тогда был назначен Иван Пудович Жигусов Заложивший не только основы материально-технической базы учебного заведения Но и впервые осуществил идеи многоступенчатого образования Кроме этого, директор реализовал идею социальной помощи студентам И написал приказ по профориентационной работе Что впоследствии увеличило число поступающих в педагогический институт И на этом приказе было написано, что каждый студент, каждый член пробкома Должен за собой вести молодого человека в педагогический институт Вот члены пробкома во все холхозы писали письма Чтобы отправляли студентов учиться в педагогический институт С каждым годом увеличивалось число студентов В то время был исторический, первое время исторический факультет И математический Два факультета было Ну, потом, конечно, расширились они И прибыли из Москвы преподаватели Наши ребята тоже выучили, стали преподавателями Самое главное, профсоюз с того времени решал все социальные вопросы Через профсоюз И прием общежития, и бытовые вопросы, и социальные вопросы Вопросы о культурно-массовой и спортивной работе решали все через профсоюзный комитет На сегодня первичная профсоюзная организация студентов Северо-Восточного федерального университета Самая крупная молодежная общественная организация Республики Саха-Якутия В ее состав входят 18 профсоюзных организаций, факультетов и институтов Два филиала в городах Нерингри и Мирный 22 структурных подразделения, объединяющих в своих рядах тысячи активистов В настоящее время в организации насчитывается 12 тысяч студентов, являющихся членами профсоюза Наша республиканская организация самая многочисленная среди других отраслевых профорганизаций Студенческая профсоюзная организация Северо-Восточного федерального университета В составе нашей республиканской организации С самого начала, когда только был создан в Республике Пединститут И так плавно перешло в Якутский университет Так они в нашей структуре и находятся Это самая тоже многочисленная организация Среди всех других вообще организаций, какие есть в Республике Учитывая нашу и другие отрасли У нас в Республике более 20 различных отраслевых профсоюзов Наш состоящий орган – это конференция Это орган, который решает практически все наши глобальные направления Вопросы, а постоянно действующим коллегальным органом является профсоюзный комитет Куда входят руководство профсоюза, председатели профсоюзных организаций студентов Всех факультетов и институтов, а также руководители различных комиссий, центров, направлений, клубов и так далее В целом сегодня состоит 54 человека в профсоюзном комитете Сейчас, в последние годы, у нас студенты выходят больше с инициативами о реализации каких-то их идей, предложений, каких-то творческих кружков Например, полтора года назад мы создали киберспортивный клуб «Альфа» Это по интересам конкретных студентов, которые занимаются не просто компьютерные игрушки, играют, да Реально участвуют в киберспортивных соревнованиях, занимают места, призы Кто-то на этом профессионально зарабатывает Есть люди, которые умеют говорить, хотят спорить Куб деватов «Северный Пантеон» проводят два раза в неделю постоянные игры Являются организатором всех интеллектуальных этапов в большинстве мероприятий и конкурсов, которые проходят в нашей организации Очень классно видеть, как инициатива ребят находит не просто отражение Они пришли, создали инициативу и ушли А Куб остался, он живет, он продолжает объединять вокруг себя людей И работает во благо студентов и профсоюза Основная цель профсоюзов – это представительство и защита коллективных, индивидуальных прав и интересов членов профсоюза Работников, студентов Крупными мазками в нашей профсоюзной работе идет, конечно же, избирательная кампания Наш Александр Владимирович – действующий депутат 6-го созыва, до этого был 5-го созыва Очень горд тем, что и в 2013 и в 2018 году возглавлял его предвыборный штаб избирательный И командой профсоюза мы пробились в стены высшего законодательного представительного органа республики И сделали так, что голос студентов нашего университета слышен там, его учитывают, с ним считаются Профсоюзный комитет студентов участвует в решении вопросов стипендиальных, жилищно-бытовых, выздоровлений Там у них есть свой профилакторий смена, в котором они оздоравливают студентов В других вопросах, в очень многих вопросах ППО ССФУ – единственная общественная организация на территории нашего университета Которая имеет законное право представлять интересы всех, без исключения студентов нашего университета Речь идет также, конечно же, о моментах, которые могут касаться различных аспектов вашей жизни А не только обучение и проживание в общежитии Речь идет об общении с преподавателями, сдаче ваших экзаменационных и зачетных сессий Возможно, речь идет также о предоставлении академического отпуска Если вам захочется взять маленький перерыв в получении вашего образования Северо-Восточный федеральный университет – вуз с современным и оснащенным жильем для студентов Студенческий городок СВФУ Сергилях – это объединение из 15 общежитий, в которых проживают более 5000 человек Развитая инфраструктура создает все необходимые условия для обучения и организации досуга Однако совсем недавно, в силу неблагоприятной ситуации в стране, обстановка там была не из лучших В студенческом городке мы занимались охраной общественного порядка Времена были, конечно, очень тяжелые Времена очень тяжелые были, это были 90-е годы В прямом смысле 90-е, потому что рукопашка была каждый день Каждый день мы выходили, в каждый день мы защищали наших девчонок Кто-то к ним всегда приходил, и мы стояли стеной Это Саша Журуповский, это Румин, это Григорьев Сашка Мы все дружно, и вот студгородок на нас надеялся, знал и нам доверял Общежития у нас были только там, то, что сейчас в старом студгородке находилось Это 12-й корпус, 13-й, 14-й, 20-й, 18-й, и все, других корпусов не было И я помню, когда мы все студенты собрались и сказали, что к нам придет Михаил Ефимович Николаев Мы очень важно к этой встрече готовились Я даже помню эту встречу, куда пригласили лидеров тогда молодежи Это был балаган в музее Ярославского Мы там встречались с Михаилом Ефимовичем, он был президентом республики И мы собрали около 2000 подписей, чтобы построили новое общежитие И вручили ему это письмо, что нам в студгородке нужны новые общежития Там вот Максим Иванович был местников, я была, Александр Виталиевич Журуповский От университета со студгородка И я помню, он тогда сказал, я вашу проблему понял, обязательно этот вопрос надо будет решить И с тех пор вот появились такие шикарные постройки, как 66-й квартал Хочу сказать, что поколение ТО, студенчество, эти 2000 человек Несли такой большой вклад в строительство этих современных шикарных корпусов, как 66-й квартал О которых мы даже и не мечтали Было принято три указа президента И каждый год, даже три указа президента только по фонду социальной защиты А по стипендиальному фонду мы принимали по стипендии каждые 6 месяцев Был указ президента по увеличению стипендий Вот я пришел, стипендия была 56 рублей 56 рублей, а ушел с поста правкома студентов, стипендий уже было полторы тысячи Я помню, как в 90-е годы совершенно не было денег Вообще не выдавали стипендии, не выдавали заработную плату, была задержка Я помню даже, когда привозили наличными мешками в кассу Какая собиралась там очередь, это помнит тогдашняя молодежь И когда сейчас расскажут современные молодежи, они даже не представляют и не верят И говорят, как это, я говорю, а в столовой была такая каша, там горчица, хлеб, там чай с сахаром И они тоже не верят, могло быть такое А вот такие вот были сложные времена, 90-е Именно в это время нам попалось работать в сложные времена Мы делали продуктовые сахабакалии, продуктовые наборы для многодетных Студентов из многодетных семей, для семейных студентов И нам казалось, что это были самые такие яркие, лучшие события в жизни И потом уже только анализируют, понимают, что это были самые сложные для страны годы Да, вот период 90-х, когда уже менялась полностью строй в стране И было сложное социально-экономическое положение С правковым университетом я познакомился, когда мы организовывали такое массовое мероприятие Нам не платили стипендию полгода Мы организовали защиту студентов в массовом мероприятии И тогда я познакомился с правкомом Что, оказывается, есть такой институт, который защищает студентов, права студентов И в то время был с университетом коллективный договор По которому даже ни одного студента университета не имели права очистить без решения правкома студентов И очень много хороших программ было И да, я, как только узнал, конечно, вступил в ряды профсоюза И потом со временем стал даже членом правления главного профсоюза Он тогда назывался правком студентов университета ПКСУФО работает со всеми студентами по различным отраслям или сферам вашей деятельности Поднимите, пожалуйста, студента, который обучается на коммерческой основе То есть платят за свое образование Если вы вдруг захотите перевестись на бюджетную форму обучения К комиссии по переводу на бюджет есть представители нашего профсоюза Все те, кто подавал документы на заселение в общежитие Члены профсоюза принимали их у вас Ваши лидеры профсоюзных организаций Осуществляли прием документов в свое каникулярное, между прочим, время И, конечно же, о нашей любимой стипенде Все выплаты, в том числе государственные социальные стипендии Распределение стипендиального фонда на повышенные стипендии и так далее Ребята, это тоже все делается через нашу любимую профсоюзную организацию У меня такой провокационный вопрос А кто хочет стипендию в 40 тысяч рублей, ребят? Все хотят, да? Так вот, как получить такую стипендию? Вы можете задать вопросы вашим председателям профсоюзных организаций студентов Ну или обратиться в наш центр юридической помощи И мы подскажем, ребят Училась я в нашем любимом университете в 80-х годах Ну, тогда молодежь была, конечно, как всегда она активная Значит, я училась на историко-экологическом факультете И у нас было в общежитии В общежитии, конечно же, была профсоюзная организация И я, как всегда полагалась, была руководителем художественной самодеятельности Культурного сектора И вот в стенах нашего любимого университета Был организован ансамбль песни и танца Студинский ансамбль Сергей Ляховский Огни Этот ансамбль был очень популярным не только Значит, вот в нашей республике Он был очень популярным и за пределами Ансамбль выезжал в республику Тува, Бурятия Участники ансамбля становились лауреатами Различных конкурсов, фестивалей Я считаю, что вообще художественная самодеятельность Она закаляет характер Человека закаляет характер Человек, который активного студента на будущую жизнь Потому что это очень большой труд Тогда, когда студенты отдыхают, скажем так, да Празднуют Мы вот выступали на разных сценах нашего города Но это нам приносило, знаете, вот Какое-то удовольствие, радость От того, что ты участвуешь в таком большом деле Я помню, мы со студентами тоже выезжали Вообще денег не было И нас поддерживал наше министерство по делам молодежи Тогда министром был Маговицын Виктор Петрович И такие яркие лидеры сейчас вот тоже Ребята, это Семенов Анатолий Аскалонович Эверстов Валентин Ирмолаева Анастасия Иванова Александра Сейчас вот в Сунтарском улусе Мы очень активно работали И впервые выехали Ну вот в мой период На студенческую весну Я помню, это был Казань, Санкт-Петербург Мы выезжали в Москву Но это давалось так легко Хотя, оказывается, был очень сложный период экономический Фактически ничего не было Такое забытое слово, как дефицит И все было по талонам Все начиная от еды Заканчивая вообще какими-то предметами Вообще бытовыми И поэтому роль нашей профсоюзной организации Была в социальной поддержке студентов Очень большая Поэтому, значит, ну несмотря на сложности Вот какие-то Жизнь, молодость есть молодость Жизнь била наша молодежная ключом Это были и студенческие весны И, значит, КВН КВН участвовал на телевидении, например Сейчас такое даже, как бы, прорываться на первый канал Там, Якутскому университету А там была такая команда, которая урвалась И надо было создать условия Мы тогда Я пришел в Макбан Сказал, вы должны, как бы, вот эту команду отправить И вот Попросил их просто, вот Попросил, они выделили деньги И команда КВН полетела в Сочи В кризисное время Там денег не было, ничего не было Команда из Якутии прилетает Создать условия Создать условия, чтобы человек творил Чтобы он мог показывать Чтобы он мог радоваться Что у него эта идея, как бы, состоялась Вот это все дал мне, конечно, этот правком университет Мне кажется, движение КВН, оно было одним из таких Активных блоков, да, профсоюзного движения Сейчас важно уметь там выступать на публике Уметь коммуницировать с людьми Уметь обрабатывать большие количества данных Собирать их воедино И уметь пропускать через себя и выдавать их, да Как бы, уметь анализировать То есть, да, вот эти soft skills Этому всему университет не учат, к сожалению Но это очень хорошо восполняло КВН Это очень хорошая школа для тех людей Ну, как бы, школа лидеров, да Вот сейчас сегодня школа КИУ лидеров Вот КВН, это реально С одной стороны, постоянный отбор лучших С другой стороны, вот как раз Умение давали такой скилл, который помогает в жизни КВН всему этому учит, все это дает Это, оказывается, целый университет Разноплановая деятельность активистов ППОС Является визитной карточкой организации Все они направлены на поддержку студенческих начинаний И сплочения учащихся Однако, наряду с культурными мероприятиями Активисты ППОС оказывают и реальную помощь Как самим студентам, так и населению республики Например, командой ППОС СВФО был возрожден студенческий отряд РЛ Который вот уже на протяжении четырех лет Занимается адресной помощью жителям города Якутска Активное сотрудничество также ведется с управами Октябрьского и Сайсарского округов Основная работа проводится в социальных учреждениях В детских садах, школах и непосредственно в университете И также я помню очень сложный, у нас был 98-й год Когда было первое наводнение в Ленске И мы впервые возродили и формировали студенческие отряды И выезжали, возглавлял Жураковский Александр Витальевич Помню, студенческие отряды И биржа труда студентов работала И я вот помню, мы даже в летний период Обычно же, ну, все отдыхают в отпусках И ребят собирали, вот направляли в Ленск И были очень сложные такие моменты, отправка А потом непосредственно они там работали Потом оплачили им заработную плату И дальше вот в 2001 году тоже уже было второе наводнение Я думаю, что мы очень хорошо тогда отработали ребята Если так вот историю профсоюза вспоминать То в профсоюзе всегда были яркие, активные личности Вот без них, наверное, никуда И вот так вот вспоминаешь Любой председатель, который тогда был Да, или любой заместитель председателя Он сейчас добился определенных высот в жизни Будь то это в индивидуальном предпринимательстве Будь то где-то в карьере на государственной службе Или муниципальной службе, бюджетных учреждений Но это всегда яркая личность Которая стремится что-то сделать полезное Что-то необходимое для людей И вот этим, наверное, профсоюз и отличается От всех организаций Потому что туда приходят люди с искрой в глазах Которые в первую очередь Необходимо реализовать не только себя Свою возможность собственная Но и в первую очередь это сплотить, сдружить Чтобы, по крайней мере, от вот этой искры Зажигалось пламя всего студенчества Я думаю, что вот многие профсоюзные активисты Стремятся именно изменить жизнь к лучшему И вот желание помочь другим еще Потому что профсоюзная организация Она же чисто носит Изначально она всегда носила социальные функции Оказание помощи, оказание содействия Конечно, сейчас у нынешнего профсоюзного движения Условия намного лучше Сейчас молодежь очень образованная Активная Они очень креативные ребята Мне очень нравится Вот, сейчас студенты очень грамотные Ну, можно даже сейчас сказать Ну, сейчас уже техника, тогда наука идет вперед Современные дети очень развитые ППОС — это новые друзья Субтитры создавал DimaTorzok Наш профсоюз является добровольной общественной организацией Куда вступают наши студенты Как правило, когда учатся на первом курсе И в целом сегодня мы объединяем около 12 тысяч членов профсоюза К нам вступают только по заявлению По собственному желанию В студентские годы я был профпоргом в своей группе И эту должность мне предложила моя староста Анна Иванова Я согласился и несколько лет был профсоюзным активистом у себя в группе А в летнее время был стройтрядовцем Сначала был бойцом, потом комиссаром отряда Затем командиром И вот в 2006 году, когда я оканчивал учебу В феврале месяце в университете мне предложили работу Начальника штаба студентских отрядов Якутского госуниверситета тогда И вот начал работу И в 2008 году я узнал, что грядут выборы Председателя профсоюзной организации студентов Якутского госуниверситета И на улице встретил ветерана профсоюзного движения Тогда она была начальником организационного отдела профсоюза Людмилу Васильевну Колосову И вот когда на улице встретились Она рассказала, что грядут такие выборы И надо попробовать свои силы И попробовать выставить свою кандидатуру Так, 16 декабря 2008 года Студенты избрали своего профсоюзного лидера Им стал Александр Сусоев Который занимал данную должность в течение 11 лет Будучи человеком с активной жизненной позицией Александра Владимировича поддержали и руководство университета И само студенческое сообщество Проделав огромную многолетнюю работу И твердо поставив на ноги студенческое движение Лидер первичной профсоюзной организации студентов Сложил свои полномочия, чтобы продолжить решать вопросы молодежи Уже на другом уровне В Министерстве по делам молодежи И социальным коммуникациям Республики Саха, Якутия Я, конечно, очень рад, что вас вот эта конференция очень интересует Да, и будучи студентом, будучи аспирантом Я тоже был одним из активных членов нашей профсоюзной организации И, конечно, там были довольно-таки интересные моменты И многие студенты, именно работая в профсоюзной организации нашего университета Стали хорошими, активными людьми Которые делают часть политики, науку И многие-многие движения нашей республики И хочется, чтобы вы сделали сегодня платформную работу Выбрали своего лидера И, конечно, вот с этим лидером я в будущем буду работать Хочется, чтобы профсоюзный комитет Всегда выполнял свои функции Чтобы помогал всем студентам По данным службы регистрации на конференции Присутствует 147 делегатов Отсутствует 3 делегата Кворум имеется Какие будут предложения по открытию конференции? Есть другое предложение? Кто за открытие конференции прошел проголосовать мандатом? Кто против? Кто воздержался? Спасибо Конференция считается открытой Что такое профсоюз? Это, несомненно, плюс Помните, да? И если в профсоюзе ты Все исполнятся мечты Ну, у нас как-то так, слава богу, сложилось все хорошо В счастье того, что я уважаю Александра Владимировича Это, конечно, надо, наверное, путь соли съесть, чтобы люди друг друга уважали Не просто так, что вот сегодня там не должность красить человека А человек красит должность Мы с вами это очень хорошо понимаем И вот в этом плане, когда в 2008 году, я еще тогда работала вице-президентом республики Было принято решение по поводу того, что действительно надо создать очень хорошую общественную организацию Здесь, в университете И наша конденатура была Александра Сусоев И я сегодня, вот по истечению более 10 лет Хочу сказать, что Единственное, очень хорошее качество Ключевое, наверное, качество И все бы люди это бы хотели А это как раз свойственный характер для молодых людей Это, конечно же, чувство справедливости И эффективность Ну и, естественно, ответственность Я не перестаю благодарить ректора Первого ректора Сумфу Евгения Михайловна Сейчас является президентом Сумфу Благодаря нашей совместной работе Благодаря нашей работе совместной Благодаря поддержке Евгения Михайловна Очень много мы сделали Я помню, в 2008 году, когда я пришел сюда Как было? И сейчас как? Все видят это Поэтому я бы хотел, чтобы у нас связь поколений Она всегда была Чтобы вы всегда помнили старше Чтобы с ними советовались, общались Чтобы никогда не забывали своих мальчиков Соседей, однокурсиков Вот такое у меня пожелает Я хочу поблагодарить каждого члена профсоюзного комитета Которые со мной работали в течение 10 лет Это десятки тысяч ярких антиксурных ребят И со всеми мы очень хорошо дружили, работаем 8 ноября 2019 года на очередной конференции в зале заседаний ученого совета СВФУ Прошли выборы нового профсоюзного председателя Лидерами всех студенческих групп, объединенных под крылом профсоюза На пост председателя ППО с СВФУ Был выдвинут председатель президиума ППО с СВФУ Также в порядке самовыдвижения свою кандидатуру выставил магистрант юридического факультета СВФУ Алексей Осипов Единогласно делегатами конференции на должность председателя ППО с СВФУ Избран был Василий Анатольевич Попов Конечно же, мы продолжим крупную работу по ведению деятельности Направленная на защиту прав членов профсоюза и представление их интересов Речь идет о защите прав студентов, направленных на их социальную защиту На их правовую защиту, правовое просвещение Вы живете вот этот период студенчества, юные свои годы, молодые годы активно Когда вы только-только начнете активно участвовать в технических предприятиях Вы уже будете третий-четвертый курс И вы полностью не раскроетесь во время своей жизни, во время студенчества Поэтому с первого курса, со второго курса, ну лучше сразу, с первого курса Будьте активными Всегда думайте, что это ваш разработчик будет делать для вас все И желаю всем успехов АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете что, нам, старшему поколению, критиковать нельзя Надо им помочь Они очень восприимчивы, новые Так что того времени надо взять, того времени опыт Опыт, хороший опыт надо взять И они очень активные ребята Им только надо подать Вот мы, старшее поколение, должны передавать свой опыт работы Хорошее поколение Моя профсоюзная деятельность началась в 2011 году Когда я поступил на первый курс юридического факультета Северо-Восточного федерального университета Первым делом я познакомился с колоссовой Людмилой Васильевной Она тогда была заведующим сектором по организационно-методической работе И спросил у нее, что такое профсоюз И как вообще в нем работать До этого я слышал о профсоюзе от моего отца Он был профоргом в конце 80-х, начале 90-х И рассказывал мне, что быть активистом это круто Это знакомишься с людьми, это много интересного Узнаешь университет изнутри Я подошел к Людмиле Васильевне и сказал Я хочу быть профоргом У нее глаза были очень крупные Она удивилась Откуда вы знаете вообще Я рассказал про отца Она обрадовалась И отправила меня к Коржаковой и Майе Николаевне Она тогда была студентом третьего курса юридического факультета И возглавляла профсоюзное бюро нашего факультета Путем нескольких недельных отборов, кастингов Мне предложили должность заместителя председателя ПОСЮВ И тогда и началась моя профсоюзная жизнь ПОС – это личностный рост И вот так, помогая поддерживать друг друга, мы работаем в нашей любимой первичной профсоюзной организации студентов СУФУ Дорогие первокурсики, если вы хотите так же ярко и незабываемо провести свои студенческие годы, то мы ждем... И для тебя! ПОС – это личностный рост Они молодцы! Они нигде не пропадут Потому что АЗИ, мы, профсоюзники, по всем направлениям работы Эти социальная защита, правовая защита Все направления мы даем им Они выходят уже готовыми лидерами, руководителями Ну, самыми нужными людьми Они умеют понимать, они умеют людей понять, понимать, помочь им Самое главное, что надо людям помочь Свои знания, практики надо использовать За пять с половиной лет мы с Александром Владимировичем добились очень многих успехов Среди них я хочу вот конкретно по нашему направлению отметить три момента Во-первых, профсоюзный бюджет увеличился в два раза С 9 миллионов до 18,5 миллионов Мы увеличили профсоюзное членство с 67% до 98,5% То есть из 100 студентов 98,5 студентов – это члены нашего профсоюза Это классно, очень хорошие показатели И третье, что мне очень нравится – это деятельность Центра юридической помощи Если когда я его только возглавлял в 2013 году, нам в месяц обращалось от двух до десяти человек То сейчас это сотни обращений ежемесячно Каждые полгода мы обращения числяем тысячами Люди уже знают про Центра, знают, куда обращаться И уверены в том, что им помогут Для того, чтобы обеспечить более-менее качественную работу профсоюзного актива Правком студентов очень ведет, систематически ведет обучение профсоюзного актива У них есть школа профсоюзного актива Ежемесячно проводятся занятия Поэтому профсоюзный актив набирает опыта профсоюзной работы Через школу актива прошли полторы тысячи студентов Это наш костяк Ребята там учатся защищать права, интересы наших студентов В целом дружно знакомятся, дружат Проводим культурно-массовые мероприятия Различные семинары, лекции, встречи с известными людьми и так далее Такой очень большой цикл мероприятий В течение трех недель мы повышаем уровень наших активистов В то время у нас школы актива не было Вот такой, в каком виде она сейчас, такой школы не было Она зародилась гораздо позже Я практически ни одну школу актива не пропустил Я постоянно прихожу и с удовольствием встречаюсь со студентами Мне это, ну, как сказать, одна из моих, как бы, таких общественных нагрузок И, в принципе, я люблю это очень, встречаться с молодежью Коллектив сотрудников и активистов ППО с СВФУ работает над организацией внеучебной работы Культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Так творческие и активные студенты принимают участие в городских и республиканских мероприятиях Что позволяет повысить статус университета ППО с СВФУ подарила мне очень многое Это не только друзья, не только опыт, а скорее вообще саморазвитие ППО с СВФУ — это школа жизни А благодаря ППО с СВФУ я стала именно той, кем я сейчас являюсь Она дала мне толчок в жизни, стремиться к чему-то самому лучшему Также вот летом я участвую на фестивале молодежи Табос Мы заняли первое место И, к сожалению, это уже мой последний год в профсоюзе О чем я уже, ну, так сказать, да, я грущу очень сильно И думаю, что этот профсоюз последний год станет у меня самым лучшим Я постараюсь Уже стала традицией, когда наша профсоюзная организация пробует свои силы на уровне всей республики И сегодня мы являемся чемпионами среди общественных молодежных организаций Через конкурс, ну, до этого назывался СВФ молодежи И в рамках него мы принимаем участие в различных соревнованиях, конкурсах А с этого года Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Вот это мероприятие превратило в фестиваль молодежи под названием Табос Аббревиатура это ТАПТА-АОГА-БАЭТ-ЭТЭК-СЕРГИ Вот, и мы тоже участвовали До этого были чемпионами трижды А потом стали соорганизаторами данного конкурса Они не принимали участие А вот в этом году опять решили принять участие И снова заняли первое место Это был мой, как и для вас, первый фестиваль Я очень горжусь, что была участником такого масштабного и такого красочного фестиваля Ну, в первую очередь, что я приобрела Это, конечно же, новые впечатления, опыт и, конечно же, таких классных друзей Табос действительно объединяет И вот во время таких соревнований понимаешь, что вот она команда, вот она плечо И благодаря вот нам, друг другу, мы смогли все-таки упорно Через жару, холод и все-все-все препятствия достичь первого места И показать, что ТАПТА-АОГА-БАЭТ-ЭТЭК-СЕРГИ Ребята, каждому мы тогда обещали Если мы займем первое место Традиционно поедем на Ленские столбы На самом лучшем теплоходе Димьян Бетный И мы сдержали свое слово И сегодня вот едем на Ленские столбы Сангавы, 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 том Олоку, чалу, хайкеря, кемдере Школа Арфива, дружная страна Одна, единая семья И после США будем мы навсегда Частишкой любимой ППО ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ С 2013 года и по сегодняшний день я состою в самой лучшей и самой крупной молодежно-общественной организации, первичной профсоюзной организации студентов СВФУ. Все начиналось с далекого 2013 года. Я была первокурсницей, сразу была уверена, что у меня будет яркая студенческая жизнь. И я очень рада была, что вступила именно в профсоюз и также начала сразу свою деятельность с очень ярких, насыщенных моментов. За эти все годы, которые прошли, мы провели очень множество мероприятий. Мы в 2015 году становились лучшей молодежной общественной организацией города Якутска. Также потом через пару дней сразу стали лучшей молодежной общественной организацией республики Саха-Якутия. В июле 2019 года прошел окружной этап всероссийского конкурса «Студенческий лидер». И я удостоилась чести представлять нашу республику и мой любимый профсоюз. Я там познакомилась с новыми интересными людьми, которые тоже из других профсоюзов, такие же профсоюзники. И я очень старалась и привезла обратно в республику победу. Еду. Продолжение следует. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Кроме этого, получается неофициальное мероприятие, которое раскрывает ребят с другой стороны. И кроме этого, наша республика очень богатая и красивая своей природой. И вот я замечал, что ребята, большинство ребят никогда не видели Ленской столбы. Вроде бы всемирное наследие, ЮНЕСКО и так далее. И считаем, что ребята ездят в другие страны смотреть природу, не зная, что у нас природа еще краше, еще лучше. И вот из, наверное, патриотических чувств, в том числе, мы отправляем на Ленские столбы, где они набираются силы, энергии. Это безусловно так. Ежегодно первичной профсоюзной организацией студентов СВФУ проводится самое ожидаемое и масштабное мероприятие «Слёт активистов ППОС», направленное на подведение итогов учебного года. Также целью мероприятия является укрепление дружеских связей между институтами и факультетами, приобщение студенческой молодежи к спорту и пропаганде ЗОЖ, развитие творческого потенциала у студентов, сохранение традиций и культуру якутского народа. Мы стараемся сегодня помочь нашим профсоюзным молодым активистам дать как можно больше знаний нынешних, тех, которые отвечают требованиям сегодняшнего дня. Для того, чтобы вы могли бы наравне с учебой вместе с другими молодыми активистами нашей республики достойно защищать, компетентно защищать интересы учащейся и работающей молодежи. И вы знаете, что Федерация профсоюзов проводит много таких развивающих мероприятий, и всегда ППОС СВПО является самым активным участником. Одним из самых популярных мест, где свое время проводят активисты ППОС, является так называемый каворкинг-центр. Это то самое место, где обсуждаются все креативные идеи по созданию того или иного мероприятия, где проводится мозговой штурм всех фестивалей и конкурсов. 1 сентября 2019 года этому центру исполнилось три года, и ни на секунду студенты не сожалеют о том, что в свое время лидер профсоюзного движения Александр Сусоев открыл этот центр притяжения для молодежи, ведь в нем созданы все условия для раскрытия творческого потенциала студентов. Лето мы все отдохнули, набрались силы, энергии, и вот с завтрашнего дня у нас начинается Новый Черный Год. Вот это место стало как бы магнитом, что ли, для наших ребят. Они записываются заранее, есть определенный график, и по графику приходят, все свои цели достигают. Мне кажется, очень шикарное место, которое является магнитом для наших активистов. Моя жизнь очень много связывает. Я всегда благодарна своему альма-матеру, нашему университету, тем ректорам, это Филиппов Василий Васильевич, Алексеев, Анатолий Николаевич, которые мне дали путевку в жизнь, да, в мою большую общественную жизнь. И сейчас уже со стороны, как попечительский совет, очень приятно видеть, как наш университет развивается, как и у нас дети. Я вот сейчас все время говорю о том, чтобы профсоюз все меньше проводил, может быть, там, конкурсов красоты, а больше как-то уделял внимание технологическому бизнесу, развитию, да, других навыков у молодежи, чтобы они смотрели в эту сторону. И вот мы договорились с новым ректором о том, чтобы в университете открыть, знаете, школу предпринимательства, технологического предпринимательства. Знаете, предпринимателям тоже как бы не рождается, им становится. То есть это тоже определенные навыки, которые нужно развивать. И мне кажется, вот университета здесь огромный потенциал. Хочу поздравить всех наших студентов, весь наш профсоюзный актив университета. И надеюсь, что они еще дальше приумножат все те многие десятилетиями накопленные традиции. И с учетом нынешних реалий, с учетом открывшихся новых возможностей, Я думаю, профсоюзная жизнь в университете будет с каждым годом все более и более активной, процветающей. Мы свой результат видим уже. Наши ребята, вот бывшие активисты, лидеры, уже работают во всех сферах народного хозяйства. Они работают директорами школ. И сами вот такие ребята работают председателем правкомов во всех сферах работают. И они работают в правительстве, работают, и они в Москве, и за рубежом они работают. Всех членов профсоюза разных лет. Поздравляю с этой юбилейной датой. Все, кто был в правкоме, они, я считаю, суперлюди. Люди, которые берут ответственность не только за себя, но и за других людей. Я поздравляю наш университет с этой замечательной датой, с 85-летием студенческого профсоюза. Это действительно очень здорово, когда под эгидой профсоюза собираются очень активные, очень талантливые ребята, которые будут строить нашу жизнь. Мне хочется пожелать новому поколению профсоюзного движения, чтобы они всегда делились своими яркими эмоциями, которые у них есть. Первичный профсоюзный организаций – это мой дом, мои студенты, мои ребята. Я всех очень люблю. Они говорят, Людмила Васильевна, когда я сюда пришла, все-таки в возрасте пришла, оказывается, они разговаривали, бабушка, это наша бабушка скажет, что скажет бабушка. Потом они назвали меня бабу. Потом теперь говорят, наша прабабушка пришла, они, мои студенты, уже активисты, со своими детьми приходят. Профсоюз – это мой дом, родной. Мои родные ребята, мои родные студенты. Знаете что? Отовсюду мне звонят мои активисты. С Японии звонят, с Америки звонят, с России звонят. Мы очень дружно живем. У нас очень большая семья. Я их очень люблю. Я хочу поблагодарить ветеранов профсоюзного движения всех лет. Именно благодаря им сегодняшний профсоюз твердо стоит на своих ногах. И благодаря ребятам из 90-х годов и 2000-х годах, новой истории нашей страны, нашей республики, профсоюз занимает свое достойное место. Профсоюз прежде всего ассоциируется с одним словом. Это со своим семьей. Мы проводим в общественной организации в нашем профсоюзе гораздо больше времени, чем проводим дома, с близкими, с родными, с любимыми. И кому-то это покажется странным, но мы любим свой профсоюз, и поэтому считаем, что так и должно. Первичная профсоюзная организация студентов СВФУ дает возможность каждому студенту проявить себя, развить свои коммуникативные навыки, лидерские качества, организаторские способности, научиться выстраивать партнерские отношения, повысить правовую грамотность, защищать свои права. Миссия университета и цель ППОС – это взращивание конкурентоспособных специалистов, обеспечивающих высокое качество жизни, сохранение и развитие культуры народов северо-востока России. В этом их сила, сила в единстве.